Божья милость сегодня и грешна. Создавь мне, Господи, помилуй меня. Вечно славится грешу Господи, прости меня грешного и помилуй. Вочи всех на тебя, Господи, упавая, ты даешь им пищевого благоволения и отверзаешь и щедрую руку, ты исполняешь всякое животное благоволение. Слава, Святому Сыну и Святому Духу, ныне и пресной в обиде вековыми. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, благослови вас и освяти дары, посылаемые Тобой словом истинной и молитвой. Аминь. Аминь. У нас сегодня, если не ошибаюсь, 15 июля, 22-го года, 5-го. Сейчас пришел кто-то, вот, Вячеслав Мурат говорит о конкурсе, и очень серьезно, ну, и сейчас обучится. Ну, уже где-то, не знаю, дней 5, и сестры мне подходят, говорят, я сам вижу, у нас идет, получается, поссорились. Сестра Марина, которая назначена начальником столовой и здесь за раздачу еды, и двумя сестрами, Ольгой Матиной и Галиной Михайловной, которая приехала. То есть конфликт выражается в том, что имеются какие-то взаимные претензии, имеются, то есть Марина говорит, что они не выполняют свою задачу, которую она ставит. Они говорят, что Марина там кричит или как-то там грубо говорит, ну, не слышат их. Ну, и никак примириться не могут сестры. И выяснить, кто прав, кто виноват, самое главное. Значит, следователя не надо вызывать, обойдемся? Ну, надо, расследовать надо, мне кажется, немного. Ну, я и говорю, следователя официального милиции не вызывать. Нет, конечно. Мы уже там читали журнал «Полиция России», про потеряя потом, сколько написано. Я понял, что не так подправишь. Это действительно так. Сколько их тут? Три. А было четыре. Одна ушла утром. Я уже стою, она пошла куда, к матушке. Она сказала, матушке можно там помогать? Я говорю, можно, мы ей многим обязаны. Наверное, и покупки дома, и мотороллеры, и мотоблоков, да и так везде. Можно. Ну, дальше-то из-за этого что? Кто не хочет трудиться, тот и не ешь. Это не я, говорю, апостол Павел. Она видит, на работе ее нету. Я говорю уже о Марине Михайлю. Между ними не могут договориться, как. Марина поступает так, как написано. Но, в данном случае, она не работает у нас. Не работает, а что ее кормить? Железная логика. Но дело в том, что у нас устав свой здесь. И Марина не проконсультировалась. Если человек не работает здесь, она могла и спросить. А где он? Спит где-то или ягоды собирает в рот себе? А когда сказали так, я скажу, что больные, которые приехали к кому-то, корреспонденты, всех у нас кормят. В данном случае, Марина не спросила. И, собственно, шаблонно, стандартно ответила, как есть. А та не привыкла к таким ответам. Она, Марина, отвечает грубо. Это те же обвинения, которые были против Яна Златоуста. Против меня, конечно. Ласковые. И вот поэт Марков писал. Все ласка да милая, глядите, получится, говорит. Не жизнь, а мыло. Чтобы этого не было. Это тоже самое. Раз, уже на ту дружу не ешь, сидит. Оля. А что ты не ешь? Ну, какое же ваше тут христианство? Первый шаг в христианстве – отвернись самого себя. Сразу сказала, там узнала где-то. Ты тебя поставил, среди которых Марина не была, старше, так. Ты на каждом шагу нарушала. Мне это не подходит. Как я сказал, на кухне никого не должно быть, кроме тех, кто назначены. Тем более, плотно я сказал Марине, дочке. Это Наталья и дочь Мария, кажется, звать. Чтобы на кухне их не было. За стол садимся. Нет, захожу, там пирожные какие-то лопают, стоят. Прямо с этого, с противня. Так было? Так было. Зачем же, когда ты сказала бы твердо, я пятиться не должен? Почему? Это обозначено для всех, они одни, чтобы там тешились. Раздача. Все, все святые. Почему ты разрешила им? И какой-нибудь дверь приоткрыта, там я сказал, дверь закрывать. Дверь открыта. Вот там, дальше, где там картошку чистить. То есть, совершенно за ситуацией не смотришь. Она мне твое уведение. То есть, я ищу удобного момента, когда заменить тебя. Ты умница, хорошая, стараешься, трудиться, руководить не можешь. Вот это у тебя и на работе, и везде, так ты не можешь понять. Надо выступать или не надо. Я на сегодняшний день хочу сказать. Только что сейчас, утром, я сказал, мы идем туда, где заготавливали сваи. И сколько вариантов-то их? Почему не было? В первую очередь, много значит вот эта статья. Там сразу разобрались, что статья про потерянку. Вам это нужно? А ну-ка карту покажите, где этот лес Лапкин рубит? А его нету? Почему нету? Да он нам сказал, что они распахались, заселись. Да, начальник, я представляю, как он говорит. Так зачем вы лезете туда? Они посадили картошку. Вы можете прийти и сказать, у нас запрещено ли скотину выращивать? Это чужой участок. За нами отведена эта земля. Мы ее распахали. Мы садили картошку, а тут решили не садить. А деревья нам в новом месте. Надо восстанавливать инфраструктуру всю этой дороги. Государство ни рубля за 30 лет не вложило. Ни одного рубля. Где мы должны брать? Нам нужно загородить скотину. Нету. А мы все отсюда и берем. Это наш участок. Мы посадили, мы и берем. Ну и меня не надо пугать. Они бы давно уже приехали. Две недели прошло. Но мы, не зная их, в это время берем машину, нанимаем. Все, что у нас положено, они запятнали. Они там срезали, срезали пеньков. У нас срезали, теперь совмещают. Сходится нет, чтобы представить суд. И меня-то миллиона на два, на три оштрафовать. А теперь, говорят, уголовный, тут злодеи-то говорят. Уголовный. Сотяк, друзья, не волнуйся. Добить, любыми путями добить его надо. Это здесь, в которой люди живут. Мы понимаем. Я говорю о старобряществе. Они по-другому жить не умеют. Это непрерывные, как пауки в банке. И все от старших идет. Ну, представьтесь, ролик, они выставляют нашу беседу. И в первое время выступает одна особая 63 комментария. Их родственники. 63 раза испражнились на меня. А мне нужды никакой нету. Они Бога не знают. У них впереди страшное испытание на мутарствах будет. Они не знают этого. Они друг друга пожирают. А я их не трогаю. Никак. Я делаю то, что положено. А что они мне судьба? Ничего нету. Барыжники. Продать где-то что-то. Для него нету. Они ничего для общего блага не делают. Ни в строительстве храма, ни дорог. Восстановить потеряю. Это и пруды, которые были. Мало того, мы этот пруд даже восстановили. И я вкладываю туда огромные деньги. Вот один из них поехал на Рыжковский пруд. Ну, вы там делаете южный, а он самый красивый. Но нет родников. Мы не могли выкопать. А вот этот Рыжковский. Вот это да. Я пошел, посмотрел, замерил его. Пошел. Сколько это будет стоить? Нанять. Он сказал, пенсионер. И все, вскрылся. Я говорю, ты старший будешь на этим прудом. Не слушать не хочу. Почему? И мне это надо. И вот надо наказать, что все остальное я делаю. Ну, праха не стоит. Это одно Рыжковский. Я прилагаю все сто... Год за годом пригоняю бульдозер. Там огромный... Ну, даже вот этот. На 70 кубометров по один только прорыв был. Это сказать невозможно. Я говорю, ты будь старшим. Где нужно будет, взял. Я нанимаю бульдозер. Привозят его. Было 50 тысяч только на привоз. А у меня пенсия 7,5 тысяч. Где я должен взять? Я потеряю, потому что не вложил ни в рубль, ни в дороге, ни в дороге, ни где. Щебень, который вот как заворачивается от батюшкина, там, не от батюшкина, а там, от барабаша. И спуск один-то 237 тысяч я вложил. Я таких денег никогда не видал. Почему? Я имею прямую связь с Богом. Священники у меня. Я ищу денег, молимся. Откуда, не знаю. Среди ночи звонок из Калифорнии. Вам деньги нужны? Мне Бог отвечает. Не вы. Марина поступила правильно, но поступила шаблонно. Она не поинтересовалась. Как правило, это бывают жены разведенные там или не выездшиеся замуж. Они не привыкли советоваться. Сама себя проверь, Марина. Ты себе просто подложила мину, а ее орвануло, и душа вылетела. Я сегодня разговаривал с Галиной, я к матушке. Так ты сейчас куда пошла? Сейчас поедим здесь. Она говорит, у кого работаешь, там и ешь. Правильный ответ. Но матушка не входит в этот разряд. Она наш человек. Мои условия наши. Сидеть, не облокачиваться, не наклоняться на чашку. Больше ничего и нет. Чашку вырезать, отдать. Я сейчас закончу. Я сейчас там тру морков. Я подхожу. Сточила нету. Каждый раз наказываю. Из всех окон, которые вокруг дома везде, я себе взял не окна, а подоконник. Половина. Там терочки лежат. Там нож лежит. Ножа нету. Я, смотри, газетами застелили. Мне это не надо. Я прошу, не трожьте меня. У меня нет качества искать. Не приведи Бог, бы я был следователем. Все бы на свободе были. Вот Надежда Васильевна пойдет, сварила суп на столе. Я в кастрюле не найду. На столе. Вот на таком размере столе я его не найду. А почему я не ищу? Она тогда записку на столе пришпилит ее. В кастрюльке белой каше. Каше. Вот тебе на ней уже поел. Ну, обед. Сестры звонят. Надежда уехала. Можно привезти поесть. Я двум разрешаю. И то, какая-то большая надобность. Я говорю, я уже наварил. Не надо. Они прямо влезут. Ну, да, приходится взять сумку, надевать свои сапоги с такими вот подковами толщиной железа. Там все уродишь, что ногу перешибет. Я пошел, встретился. Я попутно все говорю. И конфликты какие-то нет. А вот сам у вас такой, там, Дебунов Игорь Владимирович. Он у меня через стенку живет в моем доме. 14 лет. И у нас ни одного конфликта. Как? Да с ним на один день 14 конфликтов будет. За 14 лет ни одного. Да он делает все и исполняет. Как раз и исполняет. Исполняет, а где-то не исполняет. Я сказал, что чужих не приводить без моего согласия. У меня отец приезжает. Можно? Можно. Вопрос решил. Я сказал, если ты открыл храм открытый, там делаешь, а потом отошел на одну минуту, за то время там 40 человек могут зайти. Мы живем на улице. И он говорит, да я рядом. Так, пойди. Уже два мужика чужие с улицы зашли. Все, они тут заходят, открыто на крылечке распевают. Им только это надо. Другой раз. Я считаю церковные ведомости, там алтайские ведомости, миссионеры пишут якобы. И вижу, выделяю одного четверга в один. Вот-вот его священники поставят. А он статьи пишет уже где-то. Я посмотрел и вижу, что он нестандартный. Я тогда говорю, беру книги, сколько там. И говорю, надо отвезти ему во время богослужения, дядя там, семинарист. Это его отзови и подари. Друг поставил домой, пошли и там это, не молиться. Так, не надо. Я сам пойду. Давай тогда сделаем. Мне не надо командовать. Я знаю, заметил в человеке. Я каждый день молюсь за него. А настоящей беседы с ними разу не было. Я знаю, что молитва влияет. Вот пойми мое отношение к этому. Я сегодня ее останавливал. Не под каким видом. Ее нет. Без нее говорите. Можно спросить. Говорил ли я, что забернись назад, поешь и пойдешь? Нет. А Марина виновата. По частям разбираю, она не виновата. Но она могла сказать так. Хорошо. Придет старший. Ты меня признаешь старшим? Да. Все. И вопрос решился. Мы сегодня решили туда пойти. У меня решен уже. Ночью встал. Думал, как. Никак. На пролом идти. Они оставили нас в покое. Оставили. Он этим пошел. Нет, не надо. Господь помиловал один раз. И клен. До нас полного клен. Горба-то другое-то. Я сразу сказал. Хорошо. Моя обдуманная ночь. О чем я молился. Я сразу извинул в сторону. Почему он сказал. Я мгновенно взвесил все. Результат извесен, может быть, будет через год, через два. А он сказал правильно. Для меня это достаточно. Я вот наказываю ее. Сколько их было здесь. Там делали. Ни разу никто не нарушил. А другое место не перешел. Андрей там только уехал. Малахов. Ему надо что-то здесь. Он бежит ко мне через всю дамбу. И спрашивает. А там вот у нас все на привезли. Надо его сюда заносить. А дальше он не сказал, что еще загородить надо. Надо. И он бегом обратно. Вот заметьте, как мужчина разговаривает. Так. Александра спрошу. Я вам говорил, когда последний раз пошли там привязывать, которые забили сваи. Да. И там падали ветки. Нужно было проверить, вытащить не вытащили. Я говорю, раздельтесь. И пройдите вдоль плотины, там уже в воде. И соберите. Потому что их после относит. А мы ставим там что-то. И это нам будет купающимся будет мешать. Я говорю, брай. Ну все. Заметьте, я же не знал. Никак не спрошу. Вопрос решен, головой только кивнул. И ни разу, нигде. Я с ним работаю на пару. Вячеслав тоже. Ни разу нигде. Я сказал. Он сегодня вот уехал. Этот брат. И крик. Да. Я только крикнул. Надо срочно вот это вот сделать. Он же бежит со всех ног. Хватает. Две до четыре еще берет. Я одну-то не подниму. И пошел. Александр поднимать здесь, которая свая. Он каждый поднимает. Я держу, когда он рубит. Я говорю, тут ямочку вырубить надо. Он попробовал никак. Это пилой надо. Я соглашаюсь с пилой. Раз. И теперь меня не выбросит спинька с этого. Понимаете, это обыденно. И мы с ним как будто бы одним умом думаем где-то. Почему это мужчина. А женщине надо всегда пощупать. Она не понимает еще. Я там сказал, не прикасайся. Не прикасайся. Бог не говорил. Он сказал, не вкушайте. А Еми уже передать не приятно. То есть она уже решила попробовать. Может оно трухлявое какое. А может оно приятно нам взвело. Дает знание. А какое знание? Слушаться Бога хорошо, не слушаться плохо. Может там еще не было. Вам понятно, что я говорю? Понятно. Значит, она на эти слова обиделась. Расскажешь ей как было. И скажешь ей больше не уходи. Это в себе ты уже затарила. Это тоже, дружи, села за стол. Вид такой отрешенный. То есть они блокируют ее. Вас я не поставлю начальниками. Не поставлю. Пока она здесь. Почему? Потому что она сразу навела тот порядок, который я люблю. Ни одного человека, ни ребенка. Почему это опасно? Кипяток. Снятый. Не привели Господь ребенок с уницей головой. Было же не с нами только. Рыбу, которую костя не давать. А она спрашивает. А можно ли там селедка? Какая? Можно. Там ниточки. Но и перебери. Ему надо дать. Он растет. Я сказал ему, чтобы было отдельно молоко. Он растет. В Англии был эксперимент. Там на два года, кажется, одним давали молоко, а другим нет. И которым давали не в росте даже были дорогие. Строго. Сколько раз ты уже меня нарушил. Я говорю, первым подаешь мне, второе ему, а потом остальным. Опять все едят. Он сидит, руки сложил. Он уже христианин. Это как его отрогать? Он сказать не скажет. Как бы кого не обидеть. Это уже законченный парисей наш будет. Я набираю команду. Вот Виталий послушался. У меня болит желудок. Я разобрал, что ел, как. И вот полтора-два дня у меня на вещении. Сегодня я снимаю. Не болит? Вот недавно у меня встреча была уже в интернете. С женой, мол, вы. Самира. Я говорю, отец Игнатий, да я всю жизнь помнить буду. Как у меня зуб рвало, болело. Вы только появились, и у меня сразу прекратил болеть. И больше в поручение пошла. Я говорю, не знал. Как не знал? Я же говорила вам. Вот она походит вся в восхищение. Нет, кому скажу, не поверит. Мой отец, мой учитель приехал ко мне. Это мусульманка, говорит, она была и осталась. Но сколько мне вот этого послушания всего. Два высших образования считаю. Университеты, консерватории, несовместимые как будто. У меня опыт, которому равных может нигде нет. Почему? Давайте конкретно. С малыми детьми я занимаюсь 45 лет. Директор. Я сам должен обеспечить, спать, спать, дальше для здоровья, купаться, собирать ягоды. Я все должен обдумать, чтобы нигде не приятно себе было. Убывают конфликты между ними. Я должен выявить и наказать виновника. Есть мальчишки двое, они из баптистов с отцом пришли. И они, два брата, они сидят. Я, например, говорю. Тихие, спокойные. Я их не знаю. И в это время, я не знаю, Володя вспомнит, нет. Первая группа с стола ушла, вторая садится. А с первой группы кто-то еще раз прошел мимо. И она сразу заметила. И говорит, ты, наверное, не наелся до сета. Я ел, но плов бы я еще поел. Так и что ты, Сережа? Сейчас этот стол освободит, а ты садись, я подам. Она ему подала, он ест. А эти-то, которые тихие ребятишки-то, тоже надо. Тадам. Они проходят обжора. Не хватало тебе. Он не слово не говоря, поел, умыл, то подошел и дал ему морду. Не в лицо. Это конфликт. Ударили в колокола, разбор. Я его накажу. И тут же наказал его сразу. Фамилия его какая? Не помнишь? Сергей. Зовут Сергея Краснов. Отдельно где-то. Но и вы жаловались. Получили с вами. Я еще вас накажу. Вы будете пойманы другом. Мы уже за это рассчитались. Они были от трещера уже ябедящие где-то. Все. Удар в колокол. Лагерь быстро собрался. Секунды, не минуты. Теперь я их обоих отодрал. Все. Я должен вникнуть до конца. И здесь я вот вам разбираю ваши поступки. Вы неправильно поступили. Со мной не посоветовались. По мирским лозунгам где-то. К вам претензий никаких нет. Ко мне на подоконник не лезьте. Пол подоконника всего прошу. У меня какая-то сила притяжения. Если я с чем-то работаю инструментом. Куда бы я его не спрятал. Найдут его. Вот еще. Свои. Десять топоров рядом от кнут. И не возьмут. Я спрятал под носку разыщих. Объяснить это ничем нельзя. Вам понятно? Конфликта никакого нет. Не изучаю. Да даже конфронтация, конфликт. Нет противоречий-то никаких. Вы верующие, христианки. Ни та, ни другая не подошла. Ты, Валя, не маленькая. Ты подошла, сказала. Все. Ну, я имею право заменить. Потому что, вижу, не выполняется. Ни один раз делал замещание. Даже вот эти мать с дочерью. И они так и не вылазили с кухни. Я сказал, ими не пользоваться. Пусть занимаются на огороде. Что она как бы пущилась. С ней такое объяснение началось. Она начала кричать. Я остановить не могу. Она вон кинулась. За ней пришлось идти. Она что угодно могла сделать. А сейчас на меня вышла и пишет. Простите. То другое. Там не права была. Я ничего не имею. Своя я имею, только разорвало сердце. Вам понятно? Я сказал, это обдуманное. Ты можешь переспросить. Где-то. Вы Пахмутова знали? Да. Знали? Георгий. Вот он приехал здесь и сапоги болотные привез. Лодка чая. Не его ли это? Нет. Астахова. Николай привез. Поставил лодку на ней. Вчера только и рыба у нас есть. Данной рыбки нужно чистить сразу. Не в холодильник. Почистить чешую. Внутренность отдельно. Икра. Ну и все как надо. Вчера мы видели тут кто-то там, где крещение было. Сказали это приезжие какие-то. Работать будут четыре человека. Не русские. Ага. Игорь мне говорил. Не дадите ли мне места, куда принять людей? У меня есть куда принять. Я ему там рядом с Аманой называется гостиница. Но только свои простыни на облачку. Я их спросил вчера. Сказал кто я. А они лают и даже поплавок с места не двигаются. А дальше-то я уже, говорится, не спопашился. Когда они поехали. Надо было их. Они дают дорогу только вот так вокруг. А мы-то на перерезе прямо. Мы уже выскочили. Они раньше нас уехали. Раз. Надо было остановить их. Они говорят. Мы тут не будем жить. Это у нас гостиница уже оплачена. Там где-то может порчено где-то. А зачем остановить? Рыба осталась. Я говорю, им рыл подарил. Они сидят с настоящими удочками. Я только домой пришел. Момент такой упущен был. Армяне. Я говорю, сколько дней будет? Да нет, за день не делают. Игорь говорит, что я заказываю асфальт. Они сразу специалисты. Он посмотрел. Тут много того, которое разрушается. Но это не бери. Может быть. Говорит, кажется, фонд. А может быть на самом деле. Это так. Я не писал в квартиру. Сели там. Но следи, чтобы здесь не курили. Я их не стал спрашивать. Прокурил, растут они и будут. Там их не увидишь. Рядом лес шагнул, покурил. В любом деле благоразумие, рассудительность и нерешимение, Господи. Никак. Мы уйдем, а вы останетесь здесь. Это логика гири. Товары, говорит, приходят, уходят, а я останусь. Поэтому гири всегда права. Поняла? Мы сейчас поедим еще раз. Рассудим о том, кого, как, где. Если брыжет дольше, еще-чуть, это капает. Идти далеко. Отложить пока. Но там осталось два больших топора. Нам они плыли, как нужны. Это... Ты знаешь, куда прятали топоры? А кто знает? Я сказал вчера, не трогать, все попрятать. Все в одном месте лежит, где лопаты и топоры все в одном месте. Что, знает? Да. Значит, так. Топоры большие. Оба потребуются. И тебя пошел на велосипеде. Съездишь? Ну, поставил их все это. Корзинка у меня есть. Да, может, на другую никак не пойдет. Разумно. Не лихачь, не упади. Не привезли. Мы их... Они уже наточены. И мы сразу уходим все в лес. Может, приклушаем. Нам нужны сваи. Мерка здесь. Один раз возьмем, а там и скрутят. Я сделаю, легко переносить будет. Вопросы? А это нигде нет. Своё дело делается. И они спроса нет. Что она есть, что нет. А хорошо ли это? В ее возрасте это очень хорошо. А когда будет мудрость и старше, А это будет привлекать людей. Она без замещания делает все. Говорят, похвала в глаза, это как уходит змеи. Ну, похвала-то никакой и нет. Я просто события рассматриваю. Не забывайте, кто был. Кто уехал. С каким настроением. Все прощаются. Я не знаю. А у женщин. И она попросила прощения перед этим. А до этого было буйное беснование. Глаза, прям крови наливаются. Не она это делает. Ну, все. Я еще не имею в виду. Так, рот закрывай всегда. Вы когда услышите, что делаете, как сказано, слушай. Вопрос еще по Аврааму. Мы хотели узнать, ну, уточнить, чтобы как правильно поступать. Авраам, подойди. Скажи. Да. Я хочу. Я хочу. У него же... Ну, жена была. Жена. С которой они развелись. Три года назад, да? Да. Два года назад. Сейчас, но они все равно продолжают жить вместе. Вот. Она у него сейчас остается. Он принял крещение. И как дальше быть? Ну, чтобы ничего не нарушить. Какие есть рамки возможные для него? Павел говорит, что все желают. Живи вместе. Он не уступает нигде. Она тебя не руководила. Если сразу же признана у тебя законной, уверует помещаться надо было. А не так. Я побыл с ней сейчас. А потом выгнал ее, да другой, все, кончено. У тебя законная жена. Зарегистрировали? Нет. Я хочу приехать и исправить этот вопрос. Вопрос исправить. И решить. Даже если что случится, ты должен хорошо зарабатывать. Детей кормить. И не так, чтобы у тебя чужой дядька платил элементы. Да я мало с ней был. Вопрос снят. Ты был. Имел близость. Это вопрос. Слава Богу. Вот. Надо зарегистрироваться и венчаться им. Правильно? Конечно. В Писании говорит так, если желательно. А она руководит жить или не жить, но не ты. Если жена хочет развестись, ты свободен. Свободен от того, чтобы удерживать, а не то, что свободен. Один говорит. Это жена развелась. А, ушла. И со студентом. И ночевать негде, не на чердаке. Это Достоевский описывает. Ну и со студентом, с каким-то... Ну, кто-то сообщил. Она была и умерла. Там замерзали что-то. Так он бежал по городу и кричал. Ныне отпущай, шарова твоего. Вот как ВСН это пишет везде. Каждый день. Жену бы найти. Сначала, чтобы она дала там клятву перед Евангелием. Что будет слушаться. А нет, значит так-то. А нигде никого нет. Познакомиться не может. Характер крайне невоздержанный. Да я сразу, ну вот ты один и сиди, теперь сразу. А вот найти настоящих христиан, у вас тут потеряю. И нет. Я говорю, на пушечный высад даже не допустил бы тебя. К этому делу. Опять меня в черный список. Потом опять прости. И опять. Ну, я знаю. Азербайджанец. Это о многом говорит. Милостью Божией мы прошли главное. По-хорошему. Батюшка все. Я очень даже опасался. И болеет. И там. И проще. И много отзывов. Теперь уже назначают, кто приезжает в следующем году. У нас работа идет конкретная. Которые у тех, кто не любит Библию, как у старообрядцев, у них нет ничего. Ничего. И поэтому мы к ним можем относиться только с жалостью. Ничего нет. Они своей компанией, как говорят, о кодовой, собираются и всякую пакость могут говорить. А она никакой роли не играет. У них власти никакой нет. Знание, что приехали люди, студии, из-за Бога, нету. За все время ни одного человека не приехало. Я говорю о старшем. Вот ведь как дело обстоит. Столько многого узнаем. Вот и дети здесь не можно приезжать. Вот они приехали здесь. Константин был и жена его. Отдельный домик выделил двое ребятишек. Но вставать они вместе. Она была тут. Все. То, что мы в устав приняли, без постороннего, чтобы никто не было, мы обходимся. Не брать в кредит без разрешения. Чтобы из-под тебя не вытянули матрасы жену. А потом пришлось нарушать. Почему? Нужен комбайн. Денег нет. Игорь берет комбайн. И только переплата по процентам 1 миллион 200 тысяч. Это полное безумие. А кто был против? Муамар Кадапли. Если 5%, 3, 1% будет брать казнь. А как они будут жить в государственном секторе? А с частником нет. Он рождается, только ему сразу за 75 тысяч долларов. Ребенку расчисляют. И потом каждый год. Он так и растет, грудь сосет. А он по нашим меркам уже миллионер. Этого Америка. Убрать его. Он хотел свою валюту. Все, что мы не перед долларом кланяемся. Я все попутно говорю. Как надо быть разумным. И на своем не настаивать. Пока не доберешься до конца. Что он сказал? А женщина в ответ. Она не слышит. И где такие мужчины? Что бы я сказал? Вот я говорю. Вы не ставьте кастрюлю на стол. Постелите газеты. Я не сказал 4 слоя. Возьми. Нет, она налепила здесь. Они же нам нужны. Так. Да там копченая. Тебе каждый раз закопчено нет. А у меня правило не ставить. На палатку лежу. Вчера сажены. Лепить на палатку. Она остается не отстеживаться. Зачем? Видите как. Вот когда мимо лагеря прогоняли. Вот так вот. То лагерь выходил. Не за пределы. Когда стояли. И как только она повернется головой. Там Лиза парит. И все. Тогда хором говорят. Лиза. Приветствуем там. Или мир там. Всегда приветствовать. На практике проходили. Корова оправилась. Ленивый подобен волой ему по меду. Всякий берущий его отрисит руку. Да пощупайте какой. А собакник она вот сделается. Она уже высовшая лепешка. Они едят. Почему? Это витамины. Оно побыло внутри. Пахнет живым. И это трава, которая переработалась. То есть во всем ты должен увидеть добро. Он пошел. Представитель этот. Степов. Так садимся. Есть. Во славу Божию. Так. Так.